Оксимирон и Рудбой. Сказка о потерянном времени. Здравствуйте. Здравствуйте. Неужели Оксимирон решил вернуться в музыку? После того, что он поснимался в кино, позалипал где-то там неизвестно где, побыл оппозиционером, поучаствовал в митингах, ну и вообще много чего сделал, все кроме музыки. Тут Оксимирон решил что-то записать. Я немножко удивлен. И надеемся, что он вернется. Очень сильно надеемся. Поэтому послушаем. И да, это тоже, естественно, послушает и мама. Но мы еще не записали это с мамой. Как только запишем, я сразу выложу. Не переживай. А еще в описании ссылка на мой личный канал. Заходи, посмотри, лайкуськи поставь, хочешь дизлайки поставь. Если тебе что-то там не понравится, подпишись, если все прекрасно, в описании. Вот там вот снизу. А мы слушаем Рудбой Оксимирона. Сказка о потерянном времени. Началось что-то, правда, резко. Это не полный трек. Ну, как бы официально-то он у него не вышел на канале. Это не с его канала. Это... И началось резко. Но это Рудбой. И это Рудбой. Он похож на Оксимирона по голосу чуть-чуть. Тоже такой звонкий голос. Но это не Мирон. Нет, это не Мирон. Но звучит он, кстати, хорошо. Он прям такой мощный. Мясной такой он. Полуночное рандево. Разговоры как наяву. С тенью своей, тенью терзаний, тенью сомнений, внутренней тени. Голос тяжелый, как камень звучал, как будто из... Но он очень на Оксимирона похож. Хуже отчаяния лишь... Либо это все-таки Мирон. Это для чайников. Ты рыцарь, чьи образ печальнее. Всех шекспирских пьес, всех антитез воплощения крайнее. Каждый твой текст, когда надоест. Никогда отвечаю. Он продолжает. Слини на других. Каждый из них лучше тебя. Сколько минут ты спустил ни на что. Сколько часов ты потерял. Сколько будешь. Зависит от ныне других и ждать одобрения. Вся твоя жизнь это сказка. О потерянном времени. Зависть. Я ты Зоры. С первым лучом улетает ворон. До встречи с ворой. Солнце в окнах развеет морок. Гутен Морган. Знать бы только, о чем эти птицы поют. Даже северный ветер стремится на юг. Сажусь и пляшу. Однажды в далеком краю. Я не понимаю, это Мирон или не Мирон. Это с одной стороны голос Мирона. А с другой стороны вообще нет. Я в замешательстве. Погоди. Однажды в далеком краю. В незапамятном веке. А, вот он Мирон. Беликодушный социум. Принял в стена свой трех. То был Рудбой, а теперь Мирон. Все. Они очень просто похожи. Прям очень. Заплутавший питомцев. Одно чудо было там. Двое взрослых, познавших рано материнство с отцовством. Отец семейства трудился. Сын рос, но прижиться не смог. Словно был второсортным среди. Новые среды и истории. Я стара, как мир. Скоро сорван с цепьем. Умудрился всю горечь обидки за собой. Пронести в свою взрослую жизнь. Монстры во снах. Робость внутри. Неосознанный страх. Чувствую вины за неспособность. Принять себя со стороны. Ведь так просто страдать. Но так сложно любить. Посреди ровных растений. Очень, очень давно я слушал Мирона. Очень давно. У меня просто в мозг информации. Вот так вот внесли. И мне ее надо переварить. Но. Я походу понял, что тут-то речь идет о том, кем бы ты себя не ставил, ты все равно останешься тем, кем ты есть. Как-то так. Просто мне сейчас в мозг вдолбили информацию. Ну да, за это мы и Миронт уважаем, что в мозг поступает информация. Просто она не сразу переваривается. Суд, самострел, самый сок, самозваться, синдром, куда канула самоирония. Снах Иронимос, Франциско, Дегоя. Все от боли под маской, самодовольство, скримасаю, самоконтроля. Пришло время, бой-то вычерпать, то, что на дне выкарчевать, швы зашивать, печи фрачевать, пора самобичевальником заканчивать. Это уже не смешно. Сколько еще лет он будет так делать? Ведь что? Жертва и все дело в испорченном прошлом. Ну точно ли мозг не подделал весь ждох? Уже пора отцом Ему самому становиться Хочется в песочнице Угол отлить Их топогано забиться От духом в атилизма От Питера Бена И до маленького принца И неизвестно, печально Закончилось все или нет Но совет на прощание Раз у истории нет окончания Естественно, все совпадения случайны Мрачненько Весьма мрачненько Че я хочу сказать? Весьма мрачненько И над этим надо подумать Но чтобы это Хоть что-то понять Надо прослушать Еще разок А желательно Еще и прочитать текст Вот вы постоянно говорите Маме, что А, ты не поняла Ну блин, ребят Вы заходите смотреть Реакцию человека Который слушает в первый раз Вы-то уже Послушали раз десять Этот трек Вы уже прочитали текст Скорее всего Вы еще и раз Бор текста прочитали И тут вы предъявляете Человеку Который впервые Это услышал О том, что он Что-то не понял Это идиотизм Я считаю Со стороны тех Кто так пишет Я не до конца понял О чем говорилось тут Но, говорю Я уже сказал Что мне показалось Что тут речь о том Что кем бы ты Не пытался стать Ты все равно Остаешься тем Кто ты есть Вот Плюс-минус так Я не знаю У меня просто Вот я сейчас Идет переваривание Идет переваривание Вот этой информации Ну давайте переваривать Вместе с тобой Пока Субтитры сделал DimaTorzok